Всем привет! Меня зовут Андрей Кекс, и это AskItMovex. Самые интересные новости из мира нашего неклассического за прошедшую неделю прям тебе, прям сейчас. Поэтому устраивайся поудобнее, заваривай чаек, доширак, пелемешки, как там еще Вилсаковым говорит, я уже не помню. Но факт остается фактом. Смотри крутые новости. Погнали! Продолжаются выборы председателя ItMoveStudents. Участники проходили тест, который состоял из трех частей. Вопросы закрытого типа, задачи и кейсы из жизни студентов. Всего каждый кандидат мог набрать 47 баллов. А теперь давайте посмотрим, каких же результатов добились наши будущие политики. Никита Огрошенков и Егор Жумиков набрали по 12,5 баллов из 47 возможных. Иван Тимохович набрал 14 баллов из 47 возможных. Кирилл Познянский набрал 15 баллов из 47 возможных. Артем Арушанян набрал 15,5 баллов из 47 возможных. Ну что, друзья, я считаю, у вас еще очень много работы перед тем, как стать председателем. Пошли, ребята, работа появилась. Это был всего лишь первый этап. И, дорогие кандидаты, я надеюсь, что со вторым, с дебатами, вы справитесь гораздо лучше. Кстати, сегодня проходят дебаты. Вы можете зайти в группу ItMoveStudents и посмотреть прямой транслятор. Что может быть лучше, чем открытие нового клуба в университете ИТМО? Ведь в университете ИТМО так мало клубов. Но об этом создатели клуба ИТМО Opportunities. Клуб замечательный, превосходный, заточен для амбициозных студентов, которые мечтают о международной программе. Мы еще и сами толком не разобрались, чем конкретно будет заниматься этот клуб. Но, судя из его названия и описания, скорее всего, это будет выглядеть примерно так. Ребята будут собираться в какой-нибудь кафешке и все вместе решать и придумывать, какими же способами покинуть Россию. Но не навсегда. Потому что нельзя покинуть Россию навсегда, не посидев на дорожку. Шутка не моя, но очень смешная. Но прежде чем ребята начнут собираться в стильных и модных кафешках, 15 октября в 19.00 они соберутся в каворкинге на Ломоносово. Поэтому, если ты очень мечтаешь путешествовать, ну и при этом, конечно же, получать высшее образование, обязательно загляни к ним на первое собрание. В ИТМО выяснили, как увеличить продуктивность при помощи правильного освещения. Ох ты на! Вот, ребята, что надо сделать. Вот это, вот нажать вот на это. Каси свет! Дело в том, что проведено уже очень много разных исследований, которые показывают на то, что освещение сильно влияет на продуктивность людей под ним. А именно, в научной лаборатории когнитивной невербалика, Национального центра когнитивных разработок университета ИТМО, провели эксперимент. Они взяли кучу студентов, запихнули их в каворкинг, а затем каждую неделю меняли в этом каворкинге освещение. Чем закончился этот эксперимент и каким выводом пришли ученые, вы сможете узнать, перейдя по ссылке в описании. Если ты, проснувшись утром, открыл свой шкаф и нашел там супергеройский костюм, значит, ты герой выпуска. Сегодня я буду вам рассказывать о том, как именно вы сможете стать героями университета ИТМО. Что ты знаешь о проекте Амбассадор науки? Университет ИТМО ищет Амбассадора науки. Ну а если простым языком, научного тиктокера. Все, что тебе нужно будет делать, это умудряться танцевать и при этом просвещать людей с экранов их мобильных телефонов. Амбассадор науки. Все, что нужно сделать, это перейти в группу и заполнить Google форму. Ссылка в описании. 15 октября и 20 октября в университете ИТМО пройдет день донора. Если у тебя слишком много лишней крови, приходи, поделись. 15 октября мы ждем тебя на Кронве, а 20 октября мы ждем тебя в корпусе Нелла Моносова. С собой обязательно захвати паспорт с Нилс и временную регистрацию. Ну а шоколадку тебе уже дадут на месте. Будь молодцом, приходи на день донора. Мне сказали, что чай с сахаром будет точно, пицца пончики по возможности. Привет, это рубрика Иван недоволен. И сегодня мы поговорим о корпусе на Грибцова 14-16. Некоторые зрители могут не знать, что такой корпус вообще существует у ИТМО. Преимущественно там обучаются фотоники или теперь ФТМФ. Плюс там же располагается часть военной кафедры. Так что же с этим корпусом не так? Ну, как вам сказать? Там давно не было ремонта. И я не говорю сейчас про этот красивый ремонт новых каворкингов, не столовой. Нет, там просто трещины на стенах, отваливающаяся штукатурка, недостаточно освещения. Три вида штукатурки есть на Грибцова. С трещинами, отваливающаяся и грязная. На самом деле есть еще четвертое. Это нормальное, но ее очень-очень-очень мало. Хочу отметить, что не обязательно делать так же красиво, как на кронве или на лома. Можно сделать просто хорошо. Так, чтобы там не было страшно. А еще эти ужасные входные двери. Боже, и тот, кто был на Грибе, знает. Они очень, они супер тугие. При этом они открываются в разные стороны. Тебе приходится в раскоряку посреди них вставать, они тебя зажимают, как целый хорибр. Это ужас просто. Еще раз отмечу. Я не требую никакого суперремонта. Вспомните просто лома. Там просто серые однотонные стены. Ничего такого. Это выглядит нормально, хорошо. С этим можно дальше работать, делать более красиво. И на Грибцова тоже есть хорошие помещения. Например, актовый зал, часть четвертого этажа и некоторые аудитории. В целом, просто хочется чувствовать себя в безопасности. И не ждать, что на тебя упадет штукатурка или целое перекрытие. На этом все. Если вы недовольны чем-то так же, как и я, пишите нам на почту. Это рубрика «Иван недоволен». Пока. Ну а теперь настало время нашей любимой рубрики «Мегабайт рекомендейшн». А ты знал, что IT-сфера сейчас не только самая перспективная отрасль, но и набор базовых знаний для карьерных начинаний. И если ты решил заняться IT, но не знаешь, с чего начать, то Мадина Кириленко составила подборку материалов, которые помогут тебе, новичку, сделать первые шаги на пути к IT-могуществу. Все подробности в статье по ссылке в описании. Ну что ж, вот и второй выпуск нашего прекраснейшего, невероятного новостного шоу. А с как мувык подошел к концу. Я хочу, чтобы ты убедился сейчас, что надпись «Вы подписаны» серым горит. Колокольчик нажат, комментарий уже слетел с кончиков твоих пальцев, но и ты в целом улыбаешься. Убедился? Если да, молодец. А если нет, то ну шо ж ты такой. Ну, ну не грусти, мой хороший. Улыбнись, ты ведь самый клевый. Потому что учишься в университете IT-мог. Меня зовут Андрей Киэкс, это Аскат Мувык. Увидимся с тобой на следующей неделе. Пока.